В эфире новости на 9 канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте! Сегодня в 9.20 в библиотеке имени Пушкина раздался телефонный звонок. Говоривший представился сотрудникам МЧС, сообщил, что здание заминировано и быстро положил трубку. Готовились принимать читателей и на основной телефон приемной нашей библиотеки поступил звонок от МЧС России по Белгородской области, якобы библиотека заминирована. Мы оперативно вывели сотрудников, позвонили во все учреждения по всем номерам телефонов, как нас учили, скажем так, на всех учениях, эвакуациях. И вот на данный момент ждем кинолога с собакой, чтобы проверить и устранить все, скажем так, вопросы. А кого-то кроме вас еще заминировали? Ну, насколько мы знаем, да. Есть еще школы, общеобразовательные учреждения. И из социальных сетей видим, что тоже администрация заминирована. Собака, обученная выявлять взрывчатку, в библиотеке ничего подозрительного не обнаружила. Официальная информация о происшествии ни от МЧС, ни от силовиков пока не поступала. Победу в Великой Отечественной ковали не только солдаты на передовой. Титаническая работа шла в тылу, руками детей на заводах, усилиями женщин и стариков в полях и на стройках. Иван Мефодьевич Некрутенко с 13 лет работал на оборонном заводе. После попал в последнюю крупную кампанию Второй мировой войны на Советско-японскую войну. Иван Мефодьевич и Татьяна Карповна вместе уже 67 лет. А знакомые того раньше, считай, с рождения. Супруги жили в Благовещенске в соседних домах. В Великую Отечественную фашисты до них не дошли, но в памяти остались лишения. Пять лет мне было, и то я помню, как ужас-ужас и голод. На Дальнем Востоке мы жили. Ой, жутко, жутко, как тяжело. Тяжело пришлось и 13-летнему Ивану. В войну встретил я в 42-м году, 5 апреля. Было мне 13,5 лет. Вот. Нас директор школы сказал, надо экзамены завозить, восьмой класс. Он сказал, нет, сейчас поедем мы. И кто куда, кто же дороже учить, куда чего. А я говорю, да мы рядом живем, в городе Белогорск. Вот там, значит, эта войсковая часть, приписанная к действующей армии Юго-Западного фронта. Там танкоремонт, цех. Иван Мефодьевич сам вызвался работать на оборонном заводе в составе армии. Несмотря на тяжелый труд, рядовой Некрутенко не пожалел. На вахту пришли, пособрали там нас. Вот стали. Куда? Я говорю, я хочу быть токарем. Я работал токарем. Вот 12 часов отработаешь на станке. Вот. Холод, голод. Вообще невыносимо. У нас на Дальнем Востоке, Благовещенск, Монозы, 59 градусов было. Детские руки собирали легендарные Т-34. Русский танк, который громил фашистские бронемашины. Адский труд и усталость подстёгивали ещё сильнее. Иван Мефодьевич думал, что если так тяжело в тылу, каково же на фронте. Узнал об этом сам в 17 лет, во время Советско-Японской войны. В июле месяце нас собрал. Вот командир говорит, так и так. Парм. Передвижная, армейская, ремонтная, мастерская. Я токарь, что там специалисты. Вот мы поехали. И до Квандуска дошли. Там вообще страшно было, что творилось. Самураи эти японские сидят, прикованные. Ну и как раз попали мы в этот трак. Лопнули в гусеницу танка. Менять стали. Снаряд разорвался, меня как подонуло. И прямо сейчас ещё в кости сидят эти осколки. Ветеран войны и труда награждён орденом Отечественной войны второй степени. Медалью за победу над Японией. После строил ракеты в Плесецке. Почти 40 лет живёт в Старом Осколе. Работал на местном ремзаводе. Весь трудовой путь он прошёл с восемью классами образования. Всему учился сам. Всегда любил детей. Сегодня у него двое внуков, девять правнуков. Пока здоровье позволяло, ходил в третий лицей и кадетский корпус Виктория. Общался с ребятами. Был постоянным читателем местной библиотеки. И его не забывают. Каждый год поздравляют. Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой. А он, как и все ветераны, желает новым поколениям только одного. Да, чтобы не было войны. Чтобы у нас было чистое небо. Веру в жизнь. Веру в победу. Никаких этих не прислуживших. Веру. Веруйся, как нам сказал директор школы. Вы верьте. Война закончится, закончим будете. Сдадим экзамены. Всё, весеннее, что так получилось. Анастасия Иконникова, Павел Казакевич, Симон Гречишников, 9 канал. На время ремонта ЦМИ Союз поддержки матерей и жен военнослужащих переехал в библиотеку имени Пушкина. Теперь родных мобилизованных и контрактников консультируют там. Чаще всего людей интересуют выплаты, возможность заморозить или списать кредит, долгое отсутствие связи с близкими на фронте. Обращений по сравнению с осенью стало в разы меньше. Пик в Союзе поддержки матерей и жен военнослужащих пришёлся на октябрь-декабрь прошлого года, когда шла мобилизация. Тогда многое было непонятным. Механизмы выплаты помощи семьям только отлаживались. Сейчас за поддержкой обращаются один-два человека в день. А осенью доходило до 25. Если в сентябре и октябре это были нарушения при мобилизации, сейчас это всё-таки остаётся первостепенно в связи с мобилизованным. То есть очень часто длительный период времени они не выходят на связь, но это опять же и их, и наша безопасность в том числе. Очень часто хотят коммунальные услуги, пеню и долги списать. Очень часто приходят, спрашивают, как нам быть с кредитом, к примеру. И выплаты, социальные выплаты, которые положены детям мобилизованных, которые положены по ранению. Как быть, если получил ранение, предоставят или нет отпуск, что делать дальше и так далее. И, конечно, ещё психологическая поддержка. И сейчас у нас пошли семьи контрактников. То есть очень часто обращаются жёны, мамы. Многие парни просто ставят семью перед фактом, что заключили контракт и уходят на фронт. К такому большинство родных не готово. Поэтому нужна помощь психолога. Но волонтёры Союза пропускают через себя не только проблемы и горе, но и радость. Трогательных историй тоже много. К нам пришла бабушка. Импозантная такая, прекрасная женщина в расцвете лет. И начала рассказывать, что вот внук воюет, вот не выходит на связь. Мы начинаем его искать. И каково наше удивление, когда наши военные волонтёры едут именно туда. Причём не ребята в зоне СВО не ожидали, не наши волонтёры, что они столкнутся со староскольцами. И они его находят. И записывают видеообращение. И переправляют через нас бабушки. Бабушка была счастлива. В общей сложности за семь месяцев здесь приняли более 500 обращений. На одном из последних приёмов родственников военнослужащих консультировали судебные приставы. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Новый праздник в старую дату. По инициативе Староскольской местной организации Союза журналистов России впервые в регионе отметили День ветеранов прессы 5 мая, в День советской печати. Подробности у Евгении Ташмановой, автора репортажа и прошедшего мероприятия. Запрос на неформальные встречи в обществе высок. Особенно у тех, кто по долгу службы и так в кругу людей и событий. Журналистская организация «Старого оскола» к своим многочисленным традициям решила добавить ещё одну – проводить День ветерана прессы. Идею поддержал Президиум Союза журналистов Белгородской области и городские власти. История нашего города, становление нашего города, городского округа – это действительно то, что нужно нести с придыханием и на этом воспитывать нашу молодёжь. Ведь что может быть дороже, когда есть история и когда есть будущее? Ветераны прессы, опытные и начинающие сотрудники средств массовой коммуникации собрались вместе, чтобы обсудить текущие планы, сказать спасибо мэтрам профессии, вспомнить ушедших братьев по Перу. Константин Борисович Трофимов в январе отметил 90-летие, а в апреле – полувековой юбилей со дня вступления в Союз журналистов. И сегодня он в строю, как и многие ветераны профессии, которых чествовали в этот день. Благодаря им летопись Старого Оскола получается более яркой и, главное, объективной. А любой журналистский материал – это огромный труд. И не только моральный, но и даже физический. Чем только мы не занимались. Не было ни одной улицы в городе, где бы мы не прошли. Не было ни одного села, в котором пешком бы не прошли. Я в день проходила по 15-20 километров. Пешком. И все это ради нескольких строчек в газете, а иногда и целой полосы. Телевизионщики же отмеряли свои жизненные этапы в то время пленкой. Сейчас, в век цифровых технологий, средства отчета изменились. Но главным осталось желание менять мир к лучшему своим неравнодушным отношениям к жизни. Не просто информировать людей, а нести им пользу. Сражаться с безразличием и неправдой – главным оружием. Пером и добрым словом. Нужно не умывать в любые времена, которые нам Господь дает, в котором мы живем. Иначе не нужны для чего-то. Для того, чтобы, когда другие люди нуждаются в отзывчивости, для какой-то нашей помощи, для того, чтобы мы эту помощь проявили, чтобы мы отозвались. И, конечно, любая встреча творческих людей – это еще и воспоминания, журналистские байки, интересные истории, любимые песни, родные лица и дружеские улыбки. А потом обязательно сохранение в архив. В архив событий, в память сердца. Евгения Ташманова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. В полной темноте необычные экскурсии прошли в Краеведческом музее. В этот раз экспонатами стали не только вещи, но и звуки, ожившие картинки из прошлого. А чтобы посетители прочувствовали, каково это – жить в оккупированном фронтовом городе, им раздали свечи и фонарики. Репортаж Ларисы Ульяненко. Старая пластинка поет о парне, обещавшем «Я вернусь, мама». Песня написана в 70-м году. Написана о той войне – Великой и Отечественной. Но слушают ее гости музея, будто она и про нас, нынешних. Ведь и сейчас трава тоже пахнет горечью. Поэтому, глядя на старые кадры, слушая архивные записи, у многих ком в горле. Краеведческий музей в победные дни мая приготовил необычную экскурсию с фонариками. Она проходит в полной темноте, сопровождается старой хроникой и словно ожившими сценами из прошлого. Вот медсестра сматывает тряпичные бинты. Вот солдат читает письма из 41-го. Очень понравилось. И я считаю, что таких экскурсий должно быть больше. Потому что она настолько интерактивная, настолько ты вовлечен в то, что происходит вокруг. Это и актеры участвующие, это и света, и звукосопровождение, и, конечно, работа экскурсовода. Потому что она очень хорошая, много информации, интересной. И сейчас то, что происходит, да, это, наверное, особо важно, чтобы мы не забывали свое прошлое и такое героическое прошлое. Когда мы только пришли, и вначале играла еще музыка такая, я прям была вообще на эмоциях, я чуть не расплакалась. Меня пригласила мама моя. Я, конечно, здесь уже неоднократно бывал, но с интересом сходил еще раз. Очень атмосферно, такого я еще не видел, действительно. Еще фоновые звуки, записи, реальные записи, главное. Реконструкция, так сказать, вольная, записи солдата, интересная сделана. Все дневники, все письма, они всегда оставляют больше эмоций, чем что-то выдуманное. Это просто незабываемое. Можно прийти, посмотреть, дотронуться, услышать письма солдата. Как солдаты, в каких условиях были. Потому что Старооскол действительно был в оккупации. Немецкие войска зашли, венгельские войска зашли. Я знаю, это не понаслышке. У меня один дед служил, один дед работал на бронепоезде. Свекрой моя, она, как в детстве, она считается работник тыла, а она говорит, что они партизанов кормили, ну, как бы тайком бегали. Поэтому в каждой семье это волнительно очень. И я пришла, например, я вообще вполне, ну, перехватывает просто это самое. Молодцы, молодцы. Хотя музейщики каждый день имеют дело с экспонатами, к некоторым из них отношение особое. Меня каждый раз трогает, наверное, дневник Денисова. Вот история маленького ребенка в оккупированном москоле, когда вокруг взрываются бомбы, солдатам отрывает ноги. И он так буднично почти, что об этом говорит. Это каждый раз как-то тебя выдергивает из нынешнего состояния, да, и погружает вот туда. Ничего больше не надо. Не нужно никакого фильма, не нужно никакого радио. Ничего не нужно. И театрализации не нужно. Ты только берешь дневник и прямо погружаешься в эту обстановку, прямо с головой ныряешь. Сотрудники музея показали войну так, будто нас с военным осколом и не разделяют эти 80 с лишним лет. Гости будто сквозь временной портал перенеслись в прошлое. И пусть на полчаса, но почувствовали дыхание войны. Лариса Ульяненко, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. В 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне участникам спецоперации посвятили региональные соревнования военно-патриотических клубов. Они прошли под названием «Марш-бросок в бессмертие». Состязались ребята в Губкинском оздоровительном комплексе «Лесная сказка». Уже много лет слет поддерживает фонд поколения депутата Госдумы Андрея Скотча. «Пять, четыре, три, две, одна, старт». Они бегут в память о героях-десантниках 76-й Псковской штурмовой дивизии, а еще в честь своих прадедов, которые сложили головы в борьбе с фашизмом. «Марш-бросок» на три километра по пересеченной местности с боекомплектом – один из ответственных этапов. Есть условия – финишировать командой. И зачастую парни вместе с оружием несли девушек на себе. Физическая подготовка, выносливость и знание теории – такой минимум для успеха. Староскульский клуб «Каскад» на слетах с 2000-х в призерах ежегодно. Вот и на этот раз взял золото в забеге. Тренер-инструктор Никита Черников признается, в последнее время стало непросто готовить ребят от того, и достижения еще более ценные. За восемь лет, которые я инструктором, первые парни и девчонки были легки на подъем. Они более такие были, как уличные. А сейчас поколение все равно телефонное, так сказать. То есть выманить их, заинтересовать, поехать в лес на три дня с ночевкой в палатке довольно-таки тяжело становится. Ну, мы стараемся. Еще одно традиционное состязание на таких слетах – сборка и разборка автомата на скорость. А также снаряжение магазина патронами. В этом этапе лучшими стали курсанты белгородского клуба «Барс». И хотя в марш-броске у них бронза, а в общем зачете заняли первое место. Для нас в первую очередь победить – это победить самого себя. Победить свои слабости, свои страхи и свою неуверенность. Такой слет в области проводят в одиннадцатый раз. В Губкинскую лесную сказку приехали 28 команд – 300 курсантов. Уже много лет участников военно-патриотического объединения молодежи поддерживает фонд «Поколение» Андрея Скотча. Наше одноименное даже название и родилось благодаря Андрею Владимировичу Скотчу, который, ознакомившись более 20 лет назад с работой военно-патриотических клубов, предложил создать такие клубы во всех муниципальных образованиях Белгородской области. Благодаря его инициативе и финансовой помощи это было реализовано и продолжается до сегодняшнего дня. Победители и призеры соревнований получили сертификаты от фонда «Поколение» на приобретение снаряжения. Мы вот видим, что особенно в последнее время оттока заниматься в клубах у нас нет. Сегодня я не скажу, что там существует определенный конкурс, но вместе с тем мы видим огромный интерес как ребят, так и девчонок заниматься именно военной патриотикой. Осенью ребята соберутся снова уже на трехдневном слете. Он обширнее, с упором на физическую и специальную военную подготовку. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. К нам приходит потепление. Температура в ближайшие дни достигнет почти летних значений. Воздух начнет прогреваться до плюс 23. И солнца тоже будет больше. 12 мая в Старом Осколе и Губкине 18-19 выше нуля. Ночью 8-11. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление, как и вчера, повышенное и ровное. 753 миллиметра ртутного столба. И мы по-прежнему ощущаем влияние мощных магнитных бурь. Людям с повышенной метеочувствительностью стоит иметь в виду, что в эту пятницу магнитное поле возмущенное. Индекс ультрафиолета средний 5 единиц. Рассвет 4,43. За горизонт Солнца уйдет в 20.07. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин